Самолет 10-10 на пути в Чикаго Сегодня, используя современные компьютерные симуляторы, мы можем с точностью определить, что послужило причиной крушения самолета, летевшего рейсом 232 Катастрофы не случаются просто так Они представляют собой целую цепочку драматических событий Наша задача – найти ключ к загадке этой цепи и отсчитать последние секунды до катастрофы Секунды до катастрофы Аварийная посадка в Сиу-Сити Колорадо-Денвер, аэропорт Степплтон 19 июля 1989 года Известный как ворота скалистых гор Денвер – это начальная точка для путешествий по всем Соединенных Штаттам 1300 самолетов поднимаются отсюда в воздух каждый день, перевозя более 75 тысяч пассажиров Горячий летний сезон, и Степплтон переполнен людьми, отправляющимися кто в отпуск, а кто в деловую поездку Дебби Маккелви будет одной из тех отдыхающих, которые отправятся сегодня из Степплтона Вместе с ней летят двое ее детей – 6-летний Деван и 7-летний Райан Их ждет вся семья, воссоединение которой должно произойти в родном штате Дебби в Пенсильвании Я ехала домой на две недели вместе со своими детьми, и я с нетерпением ждала этой поездки Дебби воспользовалась выгодным предложением от компании United Airlines в День детей Именно на сегодня билет для детей младше 14 лет стоит всего один цент Но с условием, что с каждым из детей будет один взрослый пассажир Дебби решила объединиться с подругой из теннисного клуба Рут Несс Так что каждый из них сидит рядом с одним ребенком Было здорово лететь вместе с Рут, потому что она развлекала одного ребенка, пока я занималась другим Четверть второго и Дебби вместе с Рут и детьми ожидает объявления посадки на борт рейса 232 в Филадельфию с пересадкой в Чикаго Командир полета капитан Альфредси Хайнес Его команда сообщила ему о неполадках с электричеством в подводах к двери в бортовой кухне Но инженеры справились с ними Капитан Хайнес, опытный пилот со стажем полета в 7190 часов на самолете DC-10 Пассажиры сегодня в надежных руках DC-10 отличная машина Я думаю, он создан по образцу старых моделей, на нем так просто летать В то время, в конце 80-х, в распоряжении авиакомпании находились примерно 400 DC-10 Но это самолет с печальной историей Винзор, Антарио, 1972 год Двери грузового отсека отлетают у машины, которой всего год В результате происходит страшная декомпрессия, пилотам удается посадить самолет Два года спустя дверь отходит от самолета DC-10, принадлежащего турецкой авиакомпании во время рейса на Париж На этот раз, в результате опасной декомпрессии, самолет разламывается на части прямо в воздухе И все 346 пассажиров на его борту погибают Макдоналд Дуглас обнаруживает неполадки и устраняет их Но репутацию DC-10 уже ничто не может исправить Сегодня DC-10 совершает рейс под номером 232 Это 17-й год службы этой машины И она пролетала уже более 43 тысяч часов Пока без каких-либо аварий Сегодня все должно быть как всегда Джерри Шемелл, заместитель руководителя континентальной ассоциации баскетбола Ему приходится часто летать Я никогда не нервничал перед полетом Всегда наслаждался им Первый раз я полетел, когда мне было 18 лет И мне всегда нравилось летать Джерри направляется в город Колумбус По делам вместе со своим боссом и хорошим другом Джейм Рамсделлом Их рейс отменили Но Джейм удалось достать билеты на следующий, ближайший рейс Плохо только то, что для Джерри не нашлось места Тогда Джейм решает остаться с другом И вместе подождать следующего самолета Я не задумывался над тем, что произошло Я решил только, что это красивый жест с его стороны И что я надеюсь, что поступил бы точно так же Наконец, после 6,5 часов ожидания Джерри и Джейм получают билеты на рейс UA-232 в Филадельфию Рейс 232 сегодня перегружен Самолет повезет 285 пассажиров и 11 членов команды Дебби Маккелви поднимается на борт вместе со своими детьми и подругой Таким образом в рейс отправляются еще двое ребятишек Сегодня на самолете необычно много детей Всего их 52, в основном благодаря акции, проведенной авиакомпанией В день детей Главная бортпроводница Джен Браун Лор знает, что много детей на борту означает, что полет будет напряженным После трехдневного путешествия Иен рада, что наконец-то возвращается домой в Чикаго Я помню это ощущение прилива сил и энергии от того, что мы на пути домой Все прилагали все усилия, чтобы хорошо поработать Капитан Хайнес, помощник пилота Билл Рекордс, инженер полета Дадли Дворок Проводит проверку перед отправлением Они выезжают на взлетную полосу и ждут команды на взлет 14 часов 9 минут трехмоторный самолет вылетает из Денвера В то утро, когда мы вылетели из Денвера, небо было чисто Это был прекрасный свежий день И нас ожидал комфортабельный полет, такой же, как всегда обычный Дебби Маккелви садится вместе со своим сыном Райаном и ее подруга Рут В ряду позади нее присматриваясь за дочерью Дебби Деван В 3.16 они заканчивают обедать Неожиданно страшный удар сотрясает весь самолет Первое, что пришло мне в голову, это мысль о бомбе Я решил, что кто-то взорвал бомбу и сейчас мы начнем падать Как бы объяснить то, что произошло Это было как, знаете, когда идешь по шоссе и вдруг наскакиваешь на Рытвину в дороге Иен Браун Лор боится, что это, возможно, пробоина в топливном баке самолета Я инстинктивно опустилась на пол и стала крепко держаться за что-то Я не знал, а может сейчас начнется декомпрессия и все, что не пристегнуто надежно, просто высосет порывом воздуха наружу Внутри самолета нет никаких видимых поломок Но капитан команды Хайнес проверяет весь самолет, сканируя его детали и обнаруживает, что второй двигатель неисправен У меня никогда не было поломки двигателя во время полета Такое случалось только на симуляторах полета во время учебы Но никогда на самом деле в жизни такого не было На этот раз это происходит на самом деле 3.17. Задача капитана Хайнеса отключить неисправный двигатель Капитан не слишком обеспокоен 10.10 может лететь и с двумя двигателями, расположенными на крыльях Хайнес осуществляет необходимые действия и отключает подачу топлива ко второму двигателю Проблемный двигатель отключен, но теперь инженер полета Дадли Дворок замечает, что что-то еще не в порядке Черт, у нас проблемы с гидравликой Инженерные приборы показывают, что все три гидравлические системы самолета пусты Он не верит своим глазам Гидравлические системы отвечают за элероны, закрылки, маневренность, рулевое управление Без гидравлических систем пилот не в состоянии управлять машиной, подниматься вниз или вверх Но с приборами все в порядке Помощник пилота Билл Рекордс приходит в ужас от того, что контрольные программы полета не отвечают Самолет начинает клонить вправо и пилот не может остановить наклон В тот момент мы поняли, что оказались в страшном мире, что что-то идет совершенно не так, как надо Капитан Хайнесс теперь всеми силами пытается справиться с контрольным управлением Но он не может вернуть DC-10 снова на нужный уровень полета Самолет вот-вот перевернется Страшная перспектива У нас не было ничего, что помогло бы повернуть самолет и справить крей Совершенно ничего Это кошмарное видение любого пилота Самолет, следующий рейсом 232 на высоте в 11 тысяч метров, выходит из-под контроля Если его левое крыло продолжит подниматься вверх, то машина грозит перевернуться Самолет компании United Airlines рейсом 232 летит на двух оставшихся двигателях Самое ужасное то, что управление самолетом потеряно Несмотря на все попытки, предпринимаемые капитаном Хайнессом, самолет все-таки вот-вот перевернется Пассажиры начинают ощущать крен машины Мой сын всегда любил наблюдать за людьми И тогда, в половине восьмого вечера, он посмотрел вокруг и сказал, что что-то не так Можно было почувствовать наклон Это было физическое ощущение того, что твое тело наклонено вправо Помню, это было очень необычное чувство И было необычно думать о том, что может произойти В 15.18 левое крыло поднялось настолько, что крен самолета стал крайне опасным Аль Хайнесс знает, что еще несколько таких секунд и машина перевернется и полностью выйдет из-под контроля Остался всего один авиационный трюк, который Хайнесс еще может выполнить Если не удастся справиться с ним, то рейс 232 обречен Первой реакцией было просто отключить один двигатель и на полную мощность включить второй Посмотреть, может быть, это смогло бы помочь В отчаянной попытке выровнять самолет Хайнесс пытается наладить работу обоих двигателей Подогнав их друг под друга То есть, если правый двигатель работает быстрее, чем левый, то самолет будет клониться вправо и наоборот Сработало Капитану Хайнессу удалось выровнять курс самолета Он до сих пор не может управлять машиной, но он избежал страшного крена, грозившего перевернуть самолет при помощи двигателей Хайнесс понимает, что единственный способ, как можно поворачивать самолет, это вручную при помощи двигателей 15-20 Помощник пилота Билл Реккерс связывается по радио с центром по контролю за воздушным сообщением в Миннеаполисе Он сообщает о потере управления над судном и просит разрешить посадку в ближайшем же аэропорту У пилотов нет ни малейшего представления о том, как они будут сажать изуродованный самолет Леди и джентльмены, это капитан, мы отключили наш второй двигатель Сейчас капитан Хайнесс сообщает пассажирам о том, что один из двигателей сломан Но это отнюдь не означает неуправляемости судна Не все пассажиры находят его слова убедительными Мы чувствовали напряжение в поведении бортпроводников и членов команды Именно тогда мы почувствовали, что что-то не так Капитан Хайнесс знает, что время на исходе UA-232 падает со скоростью примерно 250 метров в минуту Нужно попытаться посадить самолет, прежде чем он бесконтрольно потеряет высоту 15.22 Из центра по контролю за воздушным сообщением Команде говорят, что ближайшая посадочная полоса расположена в аэропорту Сиу-Сити Это маленький региональный аэропорт неподалеку от сонного городка Сиу-Сити в штате Айова 15.25 Тихие послеобеденные часы на пожарной станции в Сиу-Сити Пожарники еще не подозревают, что за вызов их ждет сегодня Когда капитан Роберт Гамильтон слышит сигнал тревоги У него появляется предчувствие, что сегодня случится нечто серьезное Я своим делом уже очень давно занимаюсь, так что в таких вещах начинаешь разбираться Появляется шестое чувство, что ли Через несколько минут опасения капитана оправдались Самолет UA-232 направляется прямо на город 9 пожарных машин занимают свои места у одной из посадочных полос на случай непредвиденной ситуации Капитану Хайнесу и его команде предстоит разработать план Как же посадить самолет практически без системы управления Еще прежде чем они разработают этот план, их ждет другая проблема ГИСи-10 начинает взмывать вверх, а потом опускаться, описывая неуправляемые круги Для пилотов это то же самое, что ехать по американским горкам по небу У нас не было ни малейшего понятия о том, как долго мы сможем удерживать этот самолет в небе Дебби Маккелви чувствует странное движение самолета и боится за свою жизнь У меня дети, 6 и 7 лет Надо молиться, но если уже суждено мне сегодня погибнуть Господи, пожалуйста, пусть мы все пройдем через это быстро 15.26, капитан Хайнес вызывает старшую бортпроводницу в кабину Когда я открыла дверь, то почувствовала настоящий толчок от той атмосферы, что целила в кабине Это был самый страшный кризис, какой только возможен Капитан приказывает Джен подготовить пассажиров к экстренной посадке Я проходила мимо пассажиров первого класса и не могла поднять глаза и посмотреть на них Потому что я боялась, что они увидят страх в моих глазах Дэнни Фич, пилот DC-10, он летит домой после окончания учебного семестра инструктажа Он знает, что что-то идет не так и предлагает свою помощь 15.29 То, что Дэнни видит в кабине пилотов, шокирует его Это была потрясающая сцена Оба пилота сидели за пультами, жилы на их лобах вздулись от напряжения, а суставы пальцев побелели Как настоящий профессионал, готовящий пилотов, Дэнни Фич готов к любой непредвиденной ситуации Но такое он видит первый раз в жизни Я был ошарашен, ведь такая поломка это просто неслыхано Но факт оказался фактом Гидравлика самолета отказала И первая мысль, которая мне пришла в голову, признаюсь честно, была такой Сегодня мне суждено умереть Капитан Хайнесс сейчас сообщает пассажирам о том, что самолет поврежден И ему предстоит совершить непредвиденную посадку в Сиу-Сити 296 человек могут погибнуть Посадить этот самолет, избежав аварии Это будет самый трудный тест на умение и опыт пилота Дэнни предлагает свою помощь Что угодно, что может понадобиться для посадки Я спросил у капитана, хочет ли он, чтобы я взял на себя двигатели И он ответил мне, да Дэнни берется за работу с двигателями Единственными деталями самолета, которые поддаются управлению Они позволяют лишь немного пилотировать судно И самолет до сих пор способен выполнять лишь небольшие правые повороты Насколько мне известно, теперь он четвертый член команды Потому что он сам зашел сюда и сказал, что хочет помочь нам любым способом, как только это возможно 15.48, самолет DC-10 сейчас в 12 минутах лета от аэропорта Сиу-Сити И он теряет высоту Пилотам пришло время лицом к лицу столкнуться с самой невероятной проблемой Через несколько минут им надо попытаться посадить самолет весом в 165 тонн Без необходимых действующих рычагов управления Жизни 285 пассажиров сейчас в их руках Пилоты должны подготовиться к финишной прямой Они приближаются к аэропорту Сиу-Сити Тенни Фич попытается с помощью управления двигателями заставить судно планировать Таким образом он будет контролировать снижение Самое главное, что самолет может делать только повороты вправо План состоит в том, чтобы самолет совершил несколько петляющих поворотов Команде же остается надеяться на то, что когда он выйдет из последней петли Он коснется посадочной полосы Все шансы на успех не на стороне пилотов 15.50 Старшая стюардесса Джен Браун Лор начинает свой последний инструктаж пассажиров о правилах безопасности Все пассажиры, можно сказать, были у нас на виду Они сидели в такой тишине, что можно было слышать, как капля воды падает на пол Джен обратил особое внимание на четверых детей, которые были еще слишком маленькими, чтобы иметь собственное кресло В официальных инструкциях не говорится о таких случаях, но правила United Airlines предусматривают, что во время аварийного приземления взрослым лучше всего поместить своих детей на пол Джен волнуется за то, как пройдет приземление, но ей не остается ничего другого, кроме как следить за выполнением всех предписанных правил У меня до сих пор мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю тот день и то, что я говорила пассажирам и родителям грудных детей Я просила их положить детей на пол Самолет приближается к Сиу-Сити и вся команда с ужасом ожидает той опасности, что подстерегает ее Когда в твоих руках жизни 296 человек, надо чувствовать всю ответственность за происходящее Я никогда в жизни не ощущал более тяжелого груза ответственности, чем тогда Самолету DC-10, который должен приземлиться без тормозов, необходима длинная посадочная полоса Центр по контролю над полетами послал их на полосу номер 31 длиной 2700 метров Это самая длинная полоса в аэропорту Сиу-Сити 15.52, Дэнни Фич начинает последний вираж самолета Он знает, что изуродованное судно никогда не сможет набрать высоту и сесть со второй попытки Мы должны были приземлиться на посадочную полосу вовремя, это все, что было необходимо Когда самолет выходит из последней петли, перед взорами пассажиров разворачивается удивительная картина Будто вымерший аэропорт Сиу-Сити Есть только одна проблема, перед ними не та посадочная полоса Прямо перед нами посадочная полоса, и мы не укладывались в нужное время Мы потеряли высоту, и мы должны были сесть Полоса под номером 22 намного короче 31-й К тому же она была заставлена машинами скорой помощи и пожарной службы Всего за пару минут нам пришлось изменить запланированное Мы садились на полосу 22, а не 31, как предполагалось сначала 3.59, пожарные машины в спешке покидают посадочную полосу, освобождая путь для спускающегося DC-10 Мы, как по сигналу тревоги, покидали посадочную полосу В то же время нам надо было найти идеальное место для того, чтобы быстро добраться до полосы в случае необходимости Капитан Хайнесс приказывает пассажирам пристегнуть ремни В ту минуту, когда мы сказали пристегнуть ремни, как будто ветер пронесся по всему самолету Все наклонились вперед Я продолжала думать о том, что вот это и есть конец Я заставила сына опустить занавеску на иллюминаторе Я решила, что нам не надо видеть, как приближается этот конец Пилоты в отчаянии пытаются направить самолет на посадочную полосу И в это время понимают, что до сих пор несутся со скоростью 400 км в час То есть примерно на 150 км в час быстрее обычного Но они не могут управлять закрылками, а значит не способны сбросить скорость На земле раздается предупреждающий сигнал Это знак того, что самолет приближается слишком быстро Судно несется на скорости 560 метров в минуту Это больше, чем в 6 раз выше нормы На земле в это время собираются группы журналистов из местных каналов новостей Они должны подготовить репортажи об аварийной посадке 16 часов Считанные секунды до приземления И правое крыло опускается вниз Если они сядут на землю под таким углом, самолет разлетится на части Они включили оба двигателя на максимальную мощность В надежде на то, что это поможет направить нос самолета вверх Дэнни Фич отчаянно борется за то, чтобы направить носовую часть самолета вверх Но уже слишком поздно Двигатели не реагируют вовремя 4 часа и 16 минут Самолет врезается в посадочную полосу Ощущение было такое, будто мы упали с неба и ударились о землю Это не было аварийным приземлением, это была настоящая авария Я слышала скрежет металла и шум, который я никогда прежде не слышала И, надеюсь, никогда больше не услышу Правый двигатель, которым пилоты пытались посадить самолет И отлетевшее крыло стали причиной того, что топлива осталось не так много И это не позволило огню вспыхнуть над судном Я видел, как огненные шары разлетаются за нами Самолет буквально рассыпался на части по всей посадочной полосе Тогда я подумала, о господи, мы все здесь сгорим заживо Самолет пролетает по земле около 600 метров на одном крыле А потом разваливается на части Кабина пилотов отвалилась, как кончик карандаша А мы остались куском железных обломков, несущихся со скоростью 200 узлов в час Основная часть фюзеляжа катится дальше по посадочной полосе Переворачивается и останавливается на другой стороне взлетного поля Самолет разбился на три части Кабина пилотов, хвостовая часть и средняя Та, где находятся пассажиры Десятки выживших пассажиров спасаются бегством из горящего самолета Пожарные машины и медики спешат им на помощь Работники служб первой помощи видят страшную картину Множество погибших и раненых людей Выжившие выбираются из тех металлических обломков, что разбросаны по краям взлетного поля На границе с землями, засеянными кукурузой Среди этих выживших находится и Дебби вместе со своим сыном Райаном Я схватила сына и мы побежали Мы бежали без остановки, даже не зная, куда направляемся Некоторые из малышей и младенцев, которых команда посоветовала положить на пол, сейчас пропали Сильнейшее сотрясение при крушении вырвало их из рук родителей Одна из матерей потрясенных потерь встречает стюардессу Джен Браун Лор Она просто посмотрела на меня и сказала Вы же приказали нам положить детей на пол Вы сказали, что так они будут в безопасности Я думаю, эти слова останутся в моем сердце до конца моей жизни При крушении погибли дети Одному из них, Эвану Цао, было всего 23 месяца Он погиб в горящем самолете В хаосе, который царил после крушения, Дебби МакКелви удалось выбраться вместе с сыном Райаном Но она нигде не видит своей дочери, шестилетний Дебби Начинаешь мучить себя мыслью Почему же ты не прижала к себе их обоих? Это ужасная мысль, это страшное ощущение Многие пассажиры до сих пор находятся как в ловушке Они закрыты в погнутых обломках центральной части судна Сейчас пламя от горячего топлива охватил оставшееся крыло самолета Пожарники пытаются остановить вспышки огня Джерри Шемелл выбирается целым и невредимым Но вдруг он слышит крик ребенка Я пошел обратно, не думая о том, что там может что-то взорваться Или что я не могу потом найти дорогу назад Я услышал крик ребенка и следующее, что я сделал, это вернуться на судно Центральная часть самолета начинает наполняться токсичным дымом от пожара Такой дым может убить человека за несколько минут Родители, не нашедшие своих детей, такие как Дебби, боятся, что те могут оказаться где-то в горящей части самолета Самолет, следовавший рейсом 232, терпит крушение в аэропорту Сиу-Сити Разбитый во время катастроф, он лежит в самом конце посадочной полосы Выжившие покидают судно, но одного из них, Джерри Шемела, детские крики заставляют вернуться назад Наконец я добрался до того места, откуда доносился крик Я понял, что ребенок застрял там под перевернутым ведром Я просто схватил ребенка одной рукой и вытащил из этой ловушки Я скачал на ноги, нашел люк и во второй раз бросился прочь из самолета Действия Джерри, без сомнения, спасли ребенку жизнь Но Дебби Маккелви до сих пор находится в отчаянии Она боится, что ее дочь и подруга не выжили при крушении Затем неожиданно она замечает в толпе лицо Лицо ее шестилетней дочери Деван, появляющейся из дыма Это было самое лучшее чувство на свете Она была рядом со мной С ней все было в порядке Пока пассажиры покидают обломки самолета Капитан Хайнесс и его команда попали в ловушку в своей кабине Нос корабля ударился в мягкую землю на краю взлетного поля Он зарыт в почву И это последнее место, до которого добираются спасатели Им необходимо вильчатый подъемник и оборудование для резки металла Чтобы пробраться через погнутые железные обломки Чтобы добраться до пилотов, понадобится полчаса В 17 часов спасатели вытаскивают всех четырех пилотов С серьезными ранениями, но живыми Я помню парня, который схватил меня за грудь и говорил Все в порядке, парень, я здесь Я достал тебя С тобой будет все в порядке И тогда только я почувствовал невероятное облегчение Самолет Юнайтед Эрлайнс продолжает полыхать еще более двух часов Девять вертолетов и 34 машины скорой помощи занимаются эвакуацией выживших Джерри Шемил думает о своем друге Джее, который он потерял во время суматохи, при крушении Джерри надеется, что Джее удалось пережить катастрофу, но время уходит, и Джерри теряет всякую надежду У меня появилась страшная уверенность в том, что он не выжил, когда через 8 часов после аварии его все еще нигде не было Джей Рамсделл, один из 111 пассажиров погибших при аварии Один из стюардов также не смог спастись Среди жертв 11 детей Надо заметить, что во время этого крушения в Сиу-Сити выжили 184 человека Но для пилотов рейса 232 количество смертей – это все равно трагедия Пилот-тренер Дэнни Финч узнает о том, сколько человек погибло от своей жены, когда она приходит навестить его в больнице Она начала плакать, потому что поняла, что я, не зная правды, что на самом деле за моей спиной погибли 112 человек Тогда я тоже заплакал, увидев ее в слезах, я не смог сдержаться И слезы релись у меня из глаз на протяжении следующих трех дней И каждый раз, когда я просыпался, я начинал плакать Мое сердце просто разрывалось при мысли о том, сколько человек погибло Я был готов умереть за них Я не хотел, чтобы они умирали Аль Хайнес решил, что что-то положительное все-таки можно найти в этой трагедии Посмотрите, вся эта команда, так же, как, впрочем, и вся современная индустрия Посвящает свое время и силы тому, чтобы выяснить причины той катастрофы, чтобы она никогда не повторилась Управление по безопасности национального транспорта, или УБНТ, направило команду исследователей Сиу-Сити Еще 427 машин DC-10 продолжают перевозить пассажиров по всему миру Поэтому очень важно выяснить, что случилось с тем самолетом, и выяснить это надо быстро Фрэнк Хилдруп руководит командой, занимающейся анализом строения самолета Когда занимаешься такими вещами, возникает множество сомнений и подозрений Я в то время был еще достаточно молод и неопытен Я работал на управлении не больше 9 месяцев Хилдруп и команда УБНТ прибывают в Айову через 9 часов после крушения и сразу приступают к работе Главной задачей исследователей попытаться восстановить каждый обломок железа так, чтобы можно было определить, что это за часть самолета Это тяжелая задача Это был какой-то колоссальный случай, что мы с самого начала знали, что нам предстоит долгое расследование В результате крушения тысячи кусков и обломков машины разлетелись в радиусе километра Аварийные службы и Национальная гвардия мобилизовали сотни сотрудников Они обыскивают каждый метр земли вокруг посадочной полосы Самая крошечная деталь может дать им ответ на вопрос, что повлекло за собой крушение Исследователь Джим Уилди знает наверняка лишь одно Если вы хотите понять, как разлетелся на куски целый самолет Если хотите понять, как разные детали были сложены и что произошло То необходимо собрать всю структуру самолета заново Исследователи беседуют с четырьмя пилотами, чтобы выяснить детали, происшедшие на борту потери управления О которой команда сообщила в центре полетов Капитан Хайнес и его команда рассказывают, что вскоре после отказа второго двигателя Вся система гидравлики вышла из строя Это озадачивает следователя Фрэнка Хилдрупа Я не был готов к расследованию крушения, виной которому послужил отказ гидравлики Это уникальный случай, лично я с таким не сталкивался ни разу в жизни Гидравлика управляет всеми действиями, производимыми самолетами DC-10 Гидравлика — это закрылки, которые необходимы для снижения Руль управления, который отвечает за наклон вверх и вниз Элероны, отвечающие за поворот Жидкость под давлением, которая находится внутри гидравлической проводки Управляют этими механическими действиями Это три разные и независимые друг от друга гидравлические системы Даже если одна из них выходит из строя Это не должно привести к потере жидкости в других Потерять жидкость во всех трех системах одновременно практически невозможно Эксперты считают, что шанс на то, что произойдет подобное, равен одному из миллиарда Вскоре следователи находят неожиданную деталь Фермеры в 90 километрах от Сиу-Сити докладывают об обломке самолета, найденном на их земле Исследователи изучают обломок и приходят к выводу, что в нем есть части от второй гидравлической системы, расположенной в хвосте упавшего самолета Рядом с отказавшим двигателем Исходя из маршрута самолета, команда может высчитать то время, когда конкретно эти детали отделились от судна Оказалось, что это было в 15 часов 16 минут Тот самый момент, когда пассажиры услышали громкий взрыв и произошла поломка двигателя Все указывает на то, что внутри двигателя произошла авария, которая и послужила причиной отказа гидравлических систем Они возвращаются к обломкам самолета и проверяют каждый миллиметр его гидравлических проводов Это долгий процесс, но работа приносит результат Исследователи находят мелкие отверстия в проводах давления самолета, в том числе и в двух других гидравлических системах Отверстия во всех проводах расположены как раз в том районе, где они проходили вблизи второго двигателя Мы определили, что все три гидравлические системы были пробиты Вот почему вылилась гидравлическая жидкость и пилоты потеряли способность управлять самолетом Это невероятно, но это правда Что-то вывело всю гидравлическую систему из строя в одно и то же время Но команда все еще должна доказать, что именно второй двигатель оказался причиной поломок Они проверили отверстия в проводах гидравлики сканирующим электронным микроскопом и нашли следы титана Титан используется для построения важнейших деталей самолета Потому что он очень крепкий, несмотря на свой легкий вес На DC-10 титановые детали в хвостовой части самолета могут быть только в одном месте Во втором двигателе Когда команда исследователей реконструирует второй двигатель DC-10 Это дает еще одно подтверждение выдвинутой теории Мы обнаружили, что большая часть второго двигателя в хвостовой части самолета разлетелась на часть Ее просто нет Отсутствующая часть – это вентиляторный диск, массивный центральный узел всего вентилятора в двигателе Он и сделан из титана Исследователи начинают восстанавливать картину того, что послужило причиной потери управления самолетом рейса United Airlines 232 44 минуты до катастрофы Громкий взрыв, который слышали пассажиры и члены команды Это разрыв диска весом в 170 килограммов Сломанный вентилятор прорывает обшивку двигателя Взрыв повреждает часть второй гидравлической системы Но, к несчастью для самолета и его пассажиров, обломки также пробивают отверстия в остальных системах За 42 минуты до посадки самолет становится неуправляемым Хвостовая часть настолько повреждена, что сутно может совершать лишь повороты направо А без подъемников пилоты не могут держать самолет ровно Но команда исследователей УБНТ до сих пор не знает, что послужило причиной разрыва вентиляторного диска До того, как они найдут ответ на свой вопрос Еще более 200 машин DC-10 будут летать, возможно, с такой же нераскрытой проблемой Исследователям надо найти и проверить недостающую часть вентиляторного диска Команда высчитывает примерную траекторию падения обломков вентиляторного диска И выясняет, где они должны были упасть Площадь земли, на которой необходимо провести поиски Сужается до кукурузного поля размером в 36 квадратных километров в штате Айова Я бы сказал, что искать обломки вентиляторного диска на такой площади Это то же самое, что искать иголку в стоге сена Исследователи прилагают все силы к тому, чтобы найти недостающую часть диска Они обыскивают территорию с помощью четырех вертолетов Но с трудом можно что-то тыскать на земле, заросшей трехметровыми стеблями кукурузы Они применяют даже инфракрасные камеры, чтобы попытаться найти детали После недель поиска они придумывают новый ход General Electric, производитель двигателя, предлагает награду любому, кто найдет недостающую часть вентиляторного диска Но и после этого нет и признака необходимой находки Проходит два месяца и наступает сезон сбора урожая Дженнис и Дейл Серенсен владельцы фермы площадью в 180 гектаров в самом центре территории поиска Во вторник, 10 октября 1979 года, Дженнис Серенсен отправляется на сборку кукурузы Я ехала на комбайне, когда почувствовала, что машина упирается во что-то твердое Я сдала назад и переключила на нейтралку Вышла из кабины посмотреть, что там Я сразу поняла, что это и есть тот обломок, который ищут в связи с расследованием крушения Это массивный обломок железа, наполовину вошедший в землю Команды General Electric и УБНТ сразу же направляются на ферму Серенсенов Дейл и Дженнис помогают следователям откопать деталь Это личное видео Серенсенов со съемкой их находки У меня была небольшая лопата, я решил, что с ее помощью многого не добиться Пошел за трактором, обмотал вокруг обломка цепь и выточил его Потом отвез в загон для индюков, расположенных неподалеку У нас там есть горячая вода Мы помыли обломок, так что он стал чистым и как будто совершенно новым Исследователи быстро приходят к выводу, что это и есть недостающая деталь Вентиляторного диска от самолета DC-10 Неподалеку они находят другой обломок Вместе две части представляют собой целый вентиляторный диск Дженнис Серенсен узнает, что ее находка может стать ключом К разгадке причин катастрофы Я очень переживала по поводу случившегося Я даже плакала Это была кульминация всего произошедшего со мной Это находка железного обломка Но главное, я плакала о всех тех людях, которые погибли при крушении Дженнис и ее муж Дейл получили награду от General Electric в размере 120 тысяч долларов Больше половины этих денег они отдали на благотворительность Команда УБНТ теперь может приступить ко второй части своего расследования Деталь вентиляторного диска доставляется в лабораторию производителя General Electric Чтобы выяснить, что могло послужить причиной поломки такой прочной металлической детали Джим Уилди, опытный металлург, начинает работу с деталью с главной линией разлома По которой железо и развалилось на части Он находит линию усталости изменения металла длиной в 13 миллиметров Это большая редкость, найти такое явление в вентиляторном диске Подобные детали создаются с учетом того, что им предстоит выдерживать огромные нагрузки внутри двигателя Затем, у самого основания линии усталостного изменения металла Джим обнаруживает крошечное отверстие Размер этого отверстия был в радиусе максимум 1,500 дюйма Он продолжает исследование этого отверстия и обнаруживает, что металл вокруг него обесцвечен Он берет кусочек металла на анализ Вывод, которому приводит его анализ, повергнет в шок команду исследователей А вместе с ней и всю мировую авиационную индустрию Исследователь Джим Уилди занимается изучением крошечного отверстия в разломанном вентиляторном диске самолета, летевшего рейсом UA-232 То, что он обнаружил, поразило его Вокруг отверстия расположена зона примеси металла в титановом сплаве Она называется твердой импликацией альфа Хрупким дефектом размером меньше ногтя В результате анализа становится ясно, что этот дефект появился при горячей штамповке металла Вентиляторный диск в DC-10 был сделан из титана Который не позволил обнаружить крошечный и смертельно опасный дефект Это стало последней деталью для разгадки причин крушения Команда УБНТ теперь может сложить вместе всю цепь событий Которые привели пассажиров и команду UA-232 к моменту, когда остаются секунды до катастрофы Вентиляторный диск вращался со скоростью 3800 оборотов в минуту Это огромное напряжение стало причиной того, что скрытый дефект привел к трещине С каждым следующим полетом трещина становилась все больше 19 июля 1989 года, 44 минуты до катастрофы, диск находился в рабочем состоянии на протяжении 15 тысяч часов за все свои 17 лет Трещина достигает 13 миллиметров в длину С таким разломом диск больше не может выдерживать нагрузку при вращении и разламывается на две части Он повреждает детали самолета настолько, что машина не способна продолжать полет В течение следующих 40 минут пилоты изо всех сил стараются управлять самолетом Остается 5 минут полета и самолет рейсом 232 начинает последний вираж над Сиу-Сити 20 секунд и перед самой посадкой порыв ветра разворачивает его вправо Катастрофа произошла, правое крыло самолета ударяется о землю И DC-10 несется по посадочной полосе Воздушный суд на стоимостью 21 миллион долларов весом 165 тонн погибло лишь по вине крошечного отверстия в металле Расследование УБНТ открывает неожиданную сторону трагедии Исследователи выясняют, что техники компании United Airlines проводили инспекцию того самого вентиляторного диска с дефектом всего за 16 месяцев до крушения Теперь им есть над чем задуматься Ведь трещина располагалась на поверхности диска И во время проверки ее длина была уже очень близка к 13 миллиметрам Диск проверяли до крушения и мы пришли к выводу, что размеры трещины были заметны Проблема в том, что ее никто не обнаружил В отчете УБНТ о расследовании говорится, что трещина была незамечена, скорее всего, по вине инспекторов, то есть ошибки человека В отчете сказано, что вся процедура проверки, проведенная United Airlines, отвечает требованиям стандартного анализа Но также был выявлен фактор человеческой ошибки Он назван проблемой при инспектировании двигателя После катастрофы в Сиу-Сити Федеральное управление авиацией повысило требования к процедуре инспектирования самолетов Также оно приказало внести изменения в гидравлические системы DC-10 Авиакомпаниям было приказано поставить клапаны на провода гидравлической жидкости Таким образом, лишь определенное количество этой жидкости может вылиться при повреждении провода Но по сей день грудным детям разрешено оставаться в незафиксированном положении при аварийных посадках После крушения Джейн Браун-Лор развернула настоящую компанию для того, чтобы на борту самолета у каждого ребенка было свое отдельное сидение и ремни безопасности Ей никогда не забыть маленького мальчика Эвана Цао, погибшего на ее глазах Эвану сейчас было бы 17 лет, если бы он тогда был на своем сидении Дэнни Финч, Аль Хайнес и остальные члены команды получили награды за исключительный профессионализм и храбрость Джерри Шэмил, у которого сегодня есть свои дети, никогда не забудет, в каком неоплатном долгу он перед пилотами того рейса Я думаю об этих парнях каждый день на протяжении вот уже 16 лет Я уверен, что мы бы не спаслись, не будь у нас такой команды Лучших пилотов и быть не может Меры безопасности, вызванные крушением самолетов в Сиу-Сити, стали обязательны не только на борту DC-10, но и на других самолетах всех авиакомпаний Новые правила должны гарантировать, что такая страшная смертельная трагедия не повторится вновь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова